Девушки отдыхают К машине надо определенно привыкать и не один день За рулем обычного фантома чаще всего сидит водитель А в кабриолете это место забронировано исключительно для хозяина Ну или для такой хозяйки, как я Наверное, вы ждете от меня честного и беспристрастного обзора этой машины Хм, не сегодня Я буду просто наслаждаться автомобилем и видами города Но кое-что, конечно, все равно расскажу Я знаю, что она сделана на базе BMW 7 серии Но ведь она от этого менее шикарной не становится Правда? И мне она определенно нравится А вот знаете ли вы, что двигатель V12, который также использовался на BMW 760 Li Был сделан в первую очередь для Rolls-Royce А уже потом в измененном виде добавлен в гамму немецкого флагмана Вот, теперь знаете Так, ну и вот начались у нас дубайские пробки И что надо отметить На эту машину здесь не совсем обращают внимания Хоть он и белый, но не выглядит белой вороной Вот, если бы он был бы золотым, то да, наверное, было бы интересно И если честно, здесь больше уделяет внимание блондинка за рулем, а не Rolls-Royce Было бы странно, если бы мы не побывали в пустыне Рубль-Хали Ведь она занимает большую часть территории Объединенных Арабских Эмиратов И начинается прямо за городской чертой И испокон веков местные жители были вынуждены передвигаться по ней Сначала на верблюдах, ну а сейчас в почете внедорожники всех мастей А у нас же сегодня свой корабль пустыни И если учесть, что называется он фантом, пусть он будет немного призрачным Лето, жара, пустыня Чего же мне не хватает для полного счастья? Я знаю Это должен быть белый кабриолет И замечательный спутник Привет И, собственно, немного технических деталей Под капотом у нас V-образник, который выдает 570 лошадиных сил Этого табуна вполне достаточно, чтобы разогнать эти 2 тонны и 700 килограммов чистого веса до 100 километров Чуть меньше, чем за 5 секунд Попробуем! Ух! Между прочим, количество лошадок стали указывать относительно недавно Раньше писали просто «Мощность достаточная» И правильно делали Да, чуть не забыла Вы когда-нибудь пробовали покорять на фантоме песчаные дюны? Нет? Вот и не пробуйте Плохая затея Уж я-то точно знаю Пару слов об отделке Нет, даже одно слово ДОРОГО! И очень неброско Все по канонам высшего света Для которого эта машина и создана Здесь минимум кнопок Нет новомодных сенсорных переключателей Разве что есть экран Да и тот можно спрятать под декоративную панель Но если даже на солнце бывают пятна То и в Роллс-Ройсе можно найти мелкие недостатки Все вроде бы ничего Кожа, дерево Но вы посмотрите Откуда тут делись вот эти пластмассовые кнопки Ой, не знаю И еще один момент Когда ездите на Роллс-Ройсе Старайтесь прокладывать маршрут через бензоколонки Это вам такой мой дружеский совет Расход бензина, ну просто чудовищный И у нас получилось сегодня На 100 километров Примерно 50 литров Это как такое может быть? Роллс-Ройс не может быть старым Он бывает либо новым, либо классическим Да и вообще, зачем сравнивать этот автомобиль с другими Когда можно просто наслаждаться жизнью Имея его в своем гараже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok